Добрый день, друзья! Это первый выпуск в серии передач под общим названием «Туда и обратно». Часто по выходным я выезжаю в относительно безлюдные места и брожу с камерой в надежде встретить что-нибудь интересное. И как ни странно, это интересно и достаточно часто встречается. Это могут быть птицы, насекомые, звери и просто необычные красивые места. Чтобы все это сохранить не только в памяти, я решил записать эту серию видеодневников. Ну а сегодня мы отправимся на разведку в пригород Санкт-Петербурга на станцию Ось-Тоснинг. Погнали! Ну вот мы и на месте. Станция Ось-Тоснинская. Погода более-менее нормальная. С той стороны пояснее облачность. Давайте искать, куда нам двигаться дальше. Как пройти в зеленую часть станции. Ну, собственно, вы видите сами. Обычный перрон, двух рядов. Народу нет. Идти по путям не хочется. С той стороны промышленные объекты какие-то. Поэтому давайте спускаться здесь. Здесь если и ходят, то очень редко. Надеюсь, мы сразу же не промокли. Да, тут есть тропинка. И даже вроде по ней ходят. Посмотрим, куда нас приведет. Наш план такой. Сейчас мы движемся по этому леску. Вдоль путей мы должны встретить, судя по карте, какой-то ручеек. И потом уже вдоль ручья пойдем вглубь этого зеленого массива. Посмотрим, что мы встретим. Поздравляемся. Смотрите, какие красивые здесь поля из мха. Видимо, была ямка и она полностью заросла мхом. Если бы еще светило солнце, было бы вообще замечательно. Ну и так мне же кажется, очень красиво. Здесь очень густой подлесок. И весь рельеф такой в кочках. Поэтому каждая низина кажется тропкой. Сейчас просто петляю туда-сюда хожу. В основном тут, конечно, сосны, березы, ивы. Вот вы можете видеть молодые дубки в Ростове. То есть я уже несколько кустов встретил. Как-то они сюда попадают и пытаются расти. Из грустных дубов здесь я не видел. Но может быть мы достанем где-нибудь дальше. Скорее всего, они должны быть здесь. Кто-то поет. О! Вот и наше солнце. Мы дошли до небольшого разрыва в этом буреломе Чищеве. Небо понемногу проясняется. Будем двигаться дальше. О! Смотрите! Если честно, я даже не знаю название этих растений. Потом выясним и напишу. На самом деле, будет очень тихо. На сукомах, кроме комаров, и каких-то еще летающих. Меня почти не встречал. Птички немного поют, но тоже не сказать, чтобы их было много. Так, отдельно. Отдельный свист. Слышно, я вот, да, и все. Потом я иду и тщательно рассматриваю по дороге. Столы деревьев. Листву, в надежде, что что-нибудь сидит и ждет. Вот огромный толстый осин. Где осин или скрипун? Нет осин или скрипула. И зато много паутины. Вот, собственно, как вот это. Даже паук. Тут даже застали не одного, а пару пауков. Возможно, это процесс ухаживания сейчас происходит. Надеюсь, что паучиха не ест самца. Хотя, возможно, все. Мы дошли до того места, которое я принял на ручей. На самом деле, это стоячая вода. Возможно, когда воды больше, она выжится как-нибудь. Здесь гораздо веселее. Птицы поют. Солнце иногда проскальзывает. И есть небольшая тропка вдоль этого водоема. И мы будем двигаться по ней. Поем через лес. Собственно, так выглядит этот заводь. Тут очень много птичек паркает по берегу. Поэтому я решил немного остановиться поснимать. Возможно, что-нибудь получится. Сейчас они были совсем близко. Пока я собирался, они отлетели дальше. На кустах. На тех кустах они там перепархивают. Так что аккуратненько буду подкрадываться. И так и все. К сожалению, птицы я распугал. Кажется, что они все разлетелись. Сейчас никого здесь нет. Поэтому давайте идти дальше. У нас есть вот тропка. И, наверное, приемлемо по ней у меня будет. Ну вот. Большая смена. Правда, тут очень густой кустарник. И у меня в рот не смогли бы снять. Там не только большая теница. Там еще какая-то красненькая птичка. Я не знаю, честно говоря, к сожалению, в своем стыду, что это за птица. И вот ее-то я, наверное, все-таки попробую заснять. Потому что понятия не имею. Кто это такой? Кажется, мне удалось все-таки сделать несколько хороших снимков. Она совсем не боится. Прыгнется в кустах очень рядом. Сейчас попробую вам показать. Это у нас с рыжей такой грудкой, зеленоватая маленькая птичка. И обязательно выясню ее название. К сожалению, сейчас я его не знаю. Продолжу съемку. Это просто потрясающе. Я думал, что можно сходу вот так приблизиться достаточно очень близкой к птице. Снять очень крупный план. Я просто... Действительно очень рад. И кажется, к нам еще кто-то придет. Когда видишь себя днем тихо, то жизнь вокруг начинает кипеть. То же самое, когда я снимаю. Занимаюсь мокрая съемка. Снимаю жуков и просто сажусь в среди поля. И некоторое время жду. И затем все вокруг оживает. Как видно, возможно, и с птицами не сильно заморить. Хотя конкретно эта птица, она была, ну, везема, очень любопытна. То есть она вот порхает вот в меня. Постоянно посматривает. Но, тем не менее, она чем-то питается. Что-то есть. Все-таки очень надеюсь, что кадры получились хорошие. Раз я вам большое видео, я уже вставлю. Или уже вставил. Что-то интересное. А кто-то еще. Кто-то еще. Я там щадечит. Солнце, кстати. Не, по-моему, светит. Я думал, вроде пасмурно. Но нам повезло. Потрясающе. Потрясающее чувство. Не могу передать слово. Я сейчас еще немного подумаю, попробую, может, снять, а может, пойдем дальше. Ну, прыгают тут. Странные лягушки. Думаю, их еще встретим, взять ли. Может быть, и мало. Сейчас какой-то чурикал. Сейчас удалось здесь снять парочку жиланцер-капутов. Они сидели на тех кустах. И вновь тишина. Но зато потрясающе красиво. Это, конечно, уже конец лета. И, возможно, это последний теплый день, как обещают. Но он по-настоящему теплый. Когда ехал сюда, боялся, что не дал флизку с собой и замерзнет. Но, как оказалось... Не, еще может быть, конечно, замерзнет. Но пока... Пока очень тепло. Очень солнце. И очень красиво. Давайте не терять времени и двигаться дальше. С прикузовиком. Большой. Смотрите. Это, как я и обещал, тремяная лягушка. Вернее, лягуша. Очень-очень маленький. От силы полтора сантиметра, если вытянуть. И очень быстрый. Местами они собираются в больших количествах. Визуально кажется, что распрыгиваются одновременно. Пять или семь лягушат. То есть, начиная от полсантиметра, где-то до трех сантиметров. Вот это конкретно. Лягушинок 3 сантиметра. Кстати, я сейчас рассматривал всю эту прыгающую братью. И понял, что здесь не только травинные лягушки. Но также есть и обыкновенная жаба. Смотрите. Это маленькая обыкновенная жаба. Она такая же маленькая, как травинная лягушка. То есть, тоже сантиметра 3. Но внешне вы сразу понимаете, что это другой вид. Мы пересекли, вернее, пересекаем сейчас еще одну просеку. На карте тоже видео. Движемся дальше. Кстати. Там прям, по-моему, как раз-то есть железная дорога. Которая ведет... К чему? К какому-то промышленному объекту, который там... Где-то там вдали. А может, уже не так далеко. Наверное, давайте быстренько прогуляемся. Посмотрим, она это или нет. Это именно то место, которое я ожидал. Промышленный объект там. Скорее всего, все равно сгорючим. Здесь какие-нибудь разливают. Хранят. А это линия по своей дороге. Сюда идет. И так, Косико дальше уходит. Мы будем тогда возвращаться. Обратно. И идти по своей стороне. Смотрите, здесь какое-то потрясающе красивое место. Сосновый лес. Все усыно махом. Солнце. Не облачко. Только ветер. Большой паук. Я тут забрел вот такую полянку. Она только вся по расстанчем. Но... Это не на полян. Она открыта. И сейчас я ищу небольших жучков среди мха. И делаю макросъемку. Я одного нашел. Определить, что это за вид я, конечно, пока не могу. Но позднее я вам обязательно сообщу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас только что набрел на небольшую гадюку. Даже не успел сообразить, что это ровная палочка темная. Поползла. Очень сложно заметить, что что-нибудь пока не пошевелится. То есть она в глаз наметанный. Я вроде и видел, что она отличается. Но... Очень быстро все произошло. Видимо, она нагрелась на солнышке. На мху. И тут ее. О, вот и что-то интересное. Нашел мертвую бурозубку и мертвоед. Жук-мертвоед. Ее и ест. Сейчас я вам покажу. Могильщик-погребатель. Кстати, в нашем крае ходится еще один вид. Очень похоже как по образу жизни, так и внешне. Это могильщик-исследователь. Отличить его можно только потому, что края уси и кровь у него рыжая. И вот эти вот оранжевые пятна гораздо больше. Не успел я поймать мертвоеда. На него чего-то отогнали мухи. И он улетел куда-то. Я маленько еще подожду. Может, он вернется. Но не уверен. Вот так было интересно, конечно. Иначе. Идем дальше. Смотрим по сторонам. Смотрите, какой интерес на место нашел. Тут, неналеко от дороги, начинается такая вот гать выложенная. Бревнами старыми. В ту сторону. Видно, что делали уже недавно. А здесь, здесь просто навалено. Я аккуратненько пошел. В надежде, что кто-нибудь здесь на теплых бревнах отдыхает. Какая-нибудь змея. Или еще кто-нибудь. Но здесь полнейшая тишина. Никого особо не встретил. Таким полукругом. На карте это тоже, в принципе, видно. Ну, и непонятно было, что это конкретно. Да, мертвоеда я так и не дождался. Пока я смотрел на него. Через видоискатель он просто улетел. Я даже не понял, куда. Честно говоря, я думал, что он не бросит свою добычу. Но, возможно, я его спину. Возможно, мухи. Я так и не понял. Очередной перекресток. Там у нас железнодорожная станция. Она работает, чтобы слить на листочку. До нее еще два часа. Идти тут, но с неспешным шагом, наверное, начать. Туда я не знаю, что. Собственно, оттуда мы пришли. И предлагаю, наверное, сходить в противоположную сторону от железнодорожного. Немного. Может быть, полчасика пройтись. Посмотреть, что там интересно. Внеочередной выпуск со столба. Старый столб. Электрический. Очень удобный, чтобы на него забраться. И, действительно, подо мной не обвалится. Иначе, наверное, я не бросился в дружину. Забрался, чтобы посмотреть, как далеко идет бросик. Но среди меня все равно деревья мне ничего особенного не видать. Я так полагаю, дальше ровно такие же столбы идут и идут. Можно, конечно, попробовать подняться чуть выше. рядом идет новая линия электропередачи. А это заброшенная и заросла. Кстати, да, я вижу конец просеки. Но там отсело километр. Так что давайте, наверное, спускаться. Пробежим до конца просеки. Я думаю, как раз успеем. Все засажено ровными рядками. Мы прошли сейчас березы. Ну и по карте тоже видно, что здесь какие-то посадки. То есть четкие прямоугольники сверху. Все заросло травой, но видимо, раньше это было ля. О, кто-то вспорхнул. Ну, постоянно из-под ног вылетают птички. Покольно. Пять минут назад вылетел достаточно крупный зеленый дятел. Просто в солнечном свете было потрясающе красиво. Жалко, что я попытался его, конечно, догнать тихонечко, но нет. Он улетел далеко либо спрятался. Вот видите, ровные рядки берез. Даже видно. тут постоянно какие-то канавки. Времени остается не так много. Через 10 минут буду поворачивать обратно. А пока хотел бы вам показать следы скорее всего лося. лося. То есть здесь они бегают. Но не показывается. Вот видно здесь он проскользнул. Вот два следа. И ушел в эту сторону. Видимо с дороги убегал. дальше по траншеи нету никаких следов. Это след скорее всего собачий. Собака по траншеи так и убежала. И много-много-много следов птиц. Так что приезжайте сюда ведите себя тихо и возможно вы встретите лося. Не знаю насколько он вам обрадуется. Ушел куда-то туда. Но это было давно судя по следам. Так что смотреть бесполезно. пришло время поворачивать обратно. Я успел дойти. Посмотрите какой прекрасный луг. Большой и красивый. Трава как будто стриженная. Кантиметров двадцать от пыла. Несколько тут вдоль дорог идут всегда сбоку канавки такие с водой. Ну видно что их копали экскаватором. И очень много следов лосей. То есть они постоянно перебираются вдоль канава таких. У меня даже не затиралась мысль. Кстати с той стороны еще один минут. Не приехать сюда и попробовать пофото охотить их. Правда я конечно не имею и не знаю. Но попробовать можно. Может быть рано утром или наоборот вечером. и следов просто достаточно свежие. Там такая илистая грязь на краях и видно что она еще не подсохла. Я уже веду обратно. Лося пока что не встретил но нашел череп какой-то собаки. Вот такое небольшое происшествие о котором спешил он сообщить. Самолеты здесь постоянно продолжаем путь дальше. Бежим на электричку. Сейчас где-то пять часов электричка 6.20 Ну идти нам наверное сейчас идти 20 минут чтобы сложить рюкзак все убрать так что все должно получиться должно успеть смотрите гадюка вот вот все таки мы ее встретили туда оплазать может мне просто ее сфотографировать не знаю она может становится чуть-чуть ну толстая сегодня встречал но поменьше гораздо это прям хорошо догнать ее догнал но она нежелала останавливаться и позировать просто пошел рядом некоторое время буквально метров пять потом трава стала гуще и все я потерял ну очень неожиданная встреча просто мычался домой блин ну все вот сейчас спорхнула птичка села рядышком хотел сфотографировать но батарея села так что можно собираться прямо сейчас осталось 40 минут по идее конечно должен успеть но лучше прийти пораньше поднимать что я еще буду находить показывать вам допустим идею сейчас веду справа канавка такая возможно даже здесь могут водиться утки почему бы и нет слева газопровод но он отделен такой тоже болотистой местностью вначале конечно кусты дальше там макро и собственно куда мы движемся ровно 6 часов я выбрался на линию железную дорогу весь взмок там видимо запас машины едет еще 5 минут 5 для электрички 20 минут так что все успеваем все добрался до перона обогнал меня сейчас товарняк будем забираться обходить мне неохота судя по всему все лазят здесь поэтому и мы пойдем вот и завершился наш поход туда и обратно вновь на станции 29 километр Пусть Тоснинская это был по-настоящему прекрасный день отличная погода отличный маршрут много кого встретил много кого увидел неожиданно совершенно неожиданно сижу жду электричку а также жду ваших вопросов комментарии и конечно же советов подписывайтесь на канал на скорых встреч субтитры